Здорово, пацаны. Мы уже который здесь, день, день, здесь, и ничего не происходит. Мы когда-нибудь снова успеем. До сих пор. Медленно, наверное, начинаю привыкать к тому, что здесь светло. Нет, мне показалось. Здесь еще такой свет, он по-другому падает. Я смотрел еще фотографии с телефона, видос с телефона, все по-другому. Может из-за того, что здесь нет огромных домов, которые отражают свет, и здесь более все в светлых тонах, нежели в Москве. В Москве все темно, черно, грязно. Не знаю, почему у нас так делается. Мне уже не так страшно ездить с великом, скажу честно. Марин до сих пор не прилетел, нет никаких новостей о нем. Но зато сегодня в парк приедет Джастин Доул. Это чемпион мира по беймоций. Это 18-летний, зазнавшийся. Засранец. Я вообще таких хейтеров в жизни не видел. И вот он сегодня будет кататься вместе с нами. Мне кажется, он опять приедет. Грязно шутить, хейтить, подкалывать, но все равно будет смешно. Я его давно знаю, уже несколько, года три, наверное, и мы с ним частенько общались. Единственная причина, по которой он приехал сегодня в парк, утереть нам нос. Типа просто показать, насколько он король в этом скейтпарке. Ну, а мы это так и... Ладно, у нас с таким разговор короткий. Если чем, нам пахары двинуемся, да? Верно? Вообще, скорее всего, мы будем смотреть и обтекать. Не, я только на дерзу смотрю и обтекаю. Ну, сейчас я приеду. На 18-летнего засранца я не буду так смотреть. Ну, тем более, у нас делают трюки такие какие-то странные. Барспин. Барспин вообще, кстати, это такой трюк как бы. Уже не трюк. Он не мужской как бы, понимаешь? Ну, а если 3-4 барспина? Ну, это вообще совсем уж. В смысле? Ну, это не трюк. А ну-ка, давай-ка разберемся. Ты на что намекаешь? Сын, ты на папу-то голос не повышай. Чего? Я, короче, с ним жил неделями. Где-то в Америке. Я с ним праздывал Новый год. В прошлом году в райскейтпарке. Мы прям делали барспины под бой курантов. Примехали в скейтпарк. 31-го числа катались там с часу дня, по-моему, до 10-ти вечера. И потом родители сказали, слушайте, вы так много катаетесь. Если хотите, можете на ночь здесь остаться. Ну, ничего страшного вообще. Не проблема, чуваки, в итоге. В часов 15 мы катались. Вот с ней, Джастином Доллом, как раз с Кэтфишем, кем-то еще. Но Тернс, она не здоровается. Вообще не уважает. Он здесь, смотри, давай сейчас постоим, если он не подойдет, не поздоровится. Мы обидимся. Эй, как ты делаешь? Хорошо. Хорошо, что ты видишь? Привет! Йоу! Мистер Пассер. Привет! Спенсор здесь. Здравствуйте! Это же ваша. Вы наверняка знаете его, он обложит тоже. Что за хрень? Дюй, почему? Просто, почему? Мы, короче, катались последние часа полтора, снимали всякий стафф для канала Спенсера. Можете посмотреть, я оставлю ссылочку в описании. Там должно быть весело. Мы, короче, решили наконец-то добраться до фанбокса, попрыгать, потому что уже неделя здесь. И, собственно, все время проводили в жесткой части или в резисквайне, а в фанбоксе обходили стороной. То есть мы там, ну, увидели в наших эпизодах. И, честно говоря, мы только на съемки видео сюда и заходили. То есть мы зашли, какой-то вещь подделали, что-то там попрыгали, или сделать решетки киклес, и все. И мы больше на нем не катаемся, остальные 4 часа. Поэтому мы наконец-то решили, пойдет на нем трюки, и у нас особое задание. Мы не просто так, как обычно, накатываем сюда, а потом туда, а просто стоим, спрыгиваем в фотор и разгоняемся с накатом, не крутя педали. Вот так вот. Как вы видите, он не крутит, не крутит, накатывает. Опять не крутит. Все в блюде связали? Никто не хочет с нами играть? Мы достали. А не больно, что мы выигрываем по всем фронтам вообще, мы можем любой трюк так сделать? Трипл Вит? Три Май? Угу. Мне тоже что-то делать не хочу, я тебе. Слишком легко? Слишком легко, ну и вообще да. После того, как мы в спайне делаем каждый день, особенно в этой игре, мы просто ездили его в конце линии, крутили. То есть через фанбокс уже скататься таким, типа не очень сложно. Давай сделай, не, тебе это. Давай делай, я думаю. Черт. Я надеялся съехать, как только мог. Ладно, давай, сейчас я попробую. Ты боялся. Я не боялся, но это не так сложно, как в спайне. Намного безопаснее. Жизнь говорила, что как в спайне настолько легче. Нет, нет, легче в спайне, но не в этом. Эта спайна очень сложная по какой-то причине, я не могу пока ее понять. Но она отличается от других спайнов. Причем, если чуть-чуть добавить, там где-то крутануть педальку перед вертволом или постом, то будет ходов гораздо больше и можно будет садить парт с большей уверенностью. Но мы целенаправленно этого не делаем. Крутить педали вредно, особенно где вот эти бичи, которые перед самим трюком, где ешь, типа так и трюк. Это так отмерзительно смотрится. Я от них отучался в своем детстве. Прям следил, чтобы этого никогда не делал. Рассчитывать скорость заранее в кодере. Блин, ну я знаю, что трех трипл вип намного легче сделать, но надо добрать на бар. Блин, я хочу сейчас дикее на бар еще сделать пару раз. Это было очень страшно. Я, когда крутил барспин, я чуть не в той плоскости летел. Получилось так, что я вот крутил его, так ударил об колено раз, начал проводить его дальше, ударил второй раз об колено. Но, слава богу, безопасно. Это просто так сделать, ну, знаешь, для уверенности. Синяя вип просто начал делать трех трипл вип. Перестал делать три-два на бар. Я должен в эту поездку научиться три трипл вип. Ну, я умею его, теоретически, я даже в ХССе делаю через этот фамбокс один раз. Ну, на большом фамбоксе, на настоящем, как вот этот вот. Ну, он резиновый, но он настоящий по размерам. Я еще не пробовал. Он что-то какой-то дичь делает. Вау, он, наверное, пытается напрямую вкатить, но было бы прикольно, если бы он сделал в Ванете. На фейке бы уехал. Я говорю, почти в Ванете. Брат, я смотрю на Ванете, это все. Жалко, конечно, они все сбежали, не стали с нами играть в фамбоксе. Это видно немного. Я думал, что, о, прикольно, потемим чуваков, потемим всех, а они раз и испарились. О, красава, в итоге приземлил. Сырю, с его канала кадра. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.